У нас есть повестка дня, она вам все воздана, вы посмотрели? Есть ли какие-то замечания по повестке дня? Если нет замечаний, предложений, давайте тогда приступим к реализации повестки дня без голосования. А потом, уже после, как вы видите, у нас выступление гостей запланировано, поэтому уже после выступления гостей мы изберем редакционную и счетную комиссии и приступим к технической работе конференции. Сегодня у нас довольно много гостей, но я пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить наших хозяев, компанию «Аквамарин», которая нам так любезно предоставляет этот замечательный зал. Представители компании выступят в конце конференции перед тем, как нам будет представлен небольшой блог из их новой программы. Программа, как говорят, опять-таки, замечательная. Блоговый будет небольшой, порядка 30-40 минут, и там будут самые такие интересные номера, о которых вы потом сможете, в случае чего, рассказать вашим клиентам. Вот, поэтому с хозяевами встретимся чуть позже, а сегодня позвольте мне предоставить слово тоже в некотором роде хозяеву, но уже другого помещения. Как вы все знаете, мы, на сегодня ассоциация у нас размещается на территории Московского государственного института индустрии туризма, имени Сенкевича. И сегодня нас почтил своим присутствием президент ГИИТа, господин Петров. Владимир Петрович, извините, у меня сегодня с утра что-то не очень с головы, хорошо. Значит, Владимир Петрович Павлов, это я так пошинально. Владимир Петрович Павлов, прошу вас, извините, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, мне действительно приятно находиться среди вас, присутствовать на вашей очередной конференции, потому что вашу ассоциацию и наш вуз связывают не только одинаковое место жительства, одна коммунальная квартира на Ленинградском проспекте, ну а самое главное, то значительное время, которое мы уже вместе контактируем и проводим работу. Потому что многие из вас проходили в свое время обучение в институте повышения квалификации, госкоммунтуристы, это тоже институт сегодня имени Сенкевича. Мы уже работаем, как говорится, по подготовке специалистов более 47 лет. Скоро будем отмечать 50-летний рубеж. Мы были организованы в 1966 году. И поэтому все вот это время, и вот мы обменивались с Южи-Ёжичем, он говорит, я в 1966 году как раз, так сказать, вот уже проходил те первые курсы подготовки, переподготовки. Наверное, у многих в своей биографии есть вот эти строки. Вот сейчас время такое, что мы, конечно, все с вами болеем за нашу Олимпиаду, за те зимние жаркие дни. Многие из вас, кто-то уже там из вашей ассоциации находится в Сочи, много наших студентов находятся волонтерами, работают на различных участках Олимпиады. Это действительно, так сказать, знаменательное время, когда мы вместе сотрудничаем по тем или иным направлениям. Но самое главное, что вот прорабатывая различные направления дальнейшей деятельности егидов, переводчиков, экскурсоводов, мы вот сейчас занимаемся очень большой работой по разработке новых туристских маршрутов, объектов показа. Я хотел бы только в своем небольшом вступительном слове сказать о том, что мы сейчас вместе, вернее, под руководством нашего комитета по туристу и гостиническому хозяйству, разрабатываем проект «Москва космическая», где много обыдено туристских фирм, наш ВОЗ, музеи города Москвы. И мы вот как раз хотели бы в этом году, кстати, 80 лет с дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. И вот недавно мы когда разбирались, так сказать, вот как мы можем отметить, оказывается, те же Соединенные Штаты Америки с 2001 года в Юрьево ночь проводят такой праздник национальный, где рассказывают о первом полете советского космонавта, и у них через 10 лет там был челленджер в это время записан. Но они вот с каким-то, так сказать, в нашей стране, вот допустим, такое направление, не находят такого широкого распространения, и мы вот хотели бы сейчас именно заняться тоже вот этим направлением. И, конечно, без вашей помощи, без ваших работ, без того опыта, который есть, наверное, многое, так сказать, можно будет сделать. Я хотел бы еще сказать, что в следующем году будет 8-й европейский конгресс, который будет проводиться в Москве, видов-эскурсоводов. Конечно, мы будем вместе с вами готовиться к этому конгрессу с тем, чтобы вместе с вами показать Москву, Россию, достопримечательности и соответствующим образом те работы, которыми и теми направлениями, которые вы занимаетесь. Поэтому я хотел бы сердечно вас поздравить с началом работы ежегодной, так сказать, конференции, подвести итоги, выработать новые направления. А от нашего института я хотел бы вручить благодарственное письмо Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Я зачитаю формулировку, потому что, когда мы думали, мы вот в эту формулировку вложили, на наш взгляд, самое главное. За долголетнюю и плодотворную работу по реализации программ развития туризма в Москве, укреплению международных связей, созданию новой информационной среды в туристском обслуживании. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Придется таскать это. Спасибо большое, Владимир Петрович. Очень приятно такие теплые слова выслушать. И особенно приятно то, что у нас действительно очень много лет идет сотрудничество, которое продолжается, которое развивается, и в котором мы, что в общем достаточно редко, всегда находим полное взаимопонимание. Я честно скажу, что у нас мало таких, скажем так, организаций и ситуаций, в которых полное совершенно взаимопонимание и взаимоподдержка. Спасибо еще раз. Ну а сейчас у нас очень почетный гость прибыл, председатель, руководитель нашего комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, Сергей Павлович Шпилько. Уважаемая Александра Вячеславовича, уважаемые дамы и господа, коллеги, для меня большая честь очень раз выступить перед таким высоким собранием. Кажется, вот это ежегодное мероприятие, это действительно самое значимое в мире эксплуатации в стране, и работы гидро-переводчиков тоже. Во всяком случае, я о науках не знаю, поэтому в первую очередь хотелось бы, пользуясь случаем очередной раз, поблагодарить вас всех за поддержку, за вашу работу в первую очередь, за поддержку ассоциаций, за то, что все-таки ваше сообщество нашло в себе силы в свое время каким-то образом соорганизоваться и настаивать корпоративные интересы и проводить какую-то общую такую линию, что получилось очень мало где пока. В России, с точки зрения, работа как раз в том, что самым гидро-переводчиком, я не буду у вас занимать много времени, потому что гораздо важнее послушать то, что вы скажете в своей работе. Не буду заниматься риторикой с точки зрения разведения туризма в городе, рассказывая о том, что делалось, что делается, но могу сказать одно, что в целом вот три года, которые позади, они, как кажется, обеспечены определенный прогресс с точки зрения развития инфраструктуры, сервисов. И самое главное, сейчас мы должны сопредоточиться. Да, и то, что еще не сделано, но в большинстве случаев принято уже решение и предусмотрены бюджетные ассигнования. Ну, например, что касается мультиязычной риторики, то будет очень хорошая, на самом деле, навигация уже разработанная. И концепция по линии департамента транспорта города Москвы и по линии департамента жилищно-коммунального хозяйства очень отличательную версию о транспорте, навигации. В городе будет домовых указателей, по крайней мере, в центральной части пределы ходу Украинца тоже очень такая продуманная схема, поэтому в ближайших режимах будет реализована. Не буду с вашего позволения сейчас пройти в ваше многоцентное время и заработать, вот, рассказывать про то, что это делается. Единственное, хотелось обратить еще раз внимание на то, что мы, со своей стороны, сейчас максимально сосредоточились на самом продукте, на расширении линейки предложений, потому что складывается такое отчетливое впечатление, что Москва воспринимается на рынке, ну, и, во всяком случае, в последнем времени воспринималась, очень традиционно. То есть, мы сами загоняем потребителя в очень лаконичный, привычный выбор продуктов. Там, два-три дня в пакетном туре продолжения на Золотом кольце или в Санкт-Петербурге, ну, в елочные туры. И, в общем, вариации на тему, как-то говоря, не густо. Но тогда как, сейчас, мы зимой, например, попытались предложить пакетные, ну, специальные новогодние предложения большим дисконтом, обгнив усилия операторов и агентов с более широким выбором, допустим, тех же елок. И сразу увидели, как спрос склыхнулся. То есть, все, что предложили вовремя, то есть, в начале ноября, все удалось достаточно успешно продать. И поэтому дальше нам, мы, конечно, сейчас будем пытаться таким же образом работать по майским праздникам, а в перспективе привязать к событийному ряду, к тем же там Рождество, Пасху. Есть достаточно сейчас любопытные, получили достаточно интересное развитие событийные мероприятия в городе. И, конечно, в плане целевых аудиторий будем работать в более широких сегментах. Ну, например, там по детским турам предложили такой вариант, как московские уроки. Это когда школьники могут начинать, когда едут не просто не на каникулы, а как раз в учебное время, и фактически их тур формируется, как некий перечень уроков, который с ними проводится в музеях профильных. И, может быть, там литературу они начинают с музея Толстого изучать, Пушкина или Майковского и так далее. И вот эта вот работа над продуктом, в том числе касается, конечно, экскурсионным, не только в плане регулярных туров, но и таких, как там даблдекеры, или там речные, но и, конечно, и в ходе авторских экскурсий. Вот это будет исключительно важное, на наш взгляд, может быть, главное сейчас направление работы, потому что, понимаете, любое... Ну, вот Сочи, да, сейчас замечательно, интересно, прекрасные гостиницы построили, в общем, большие объекты инфраструктуры, все равно надо отвечать на главный в туризме вопрос. Зачем ехать? Что помимо гостиницы, инфраструктуры, а что пляж, горнолыжка, что с точки зрения экскурсионного наполнения? Вообще, так сказать, создание такого повода для поездки, от которого просто клиент не может отказаться, потому что для него совершенно очевидно, что это и выгодно, и полезно во многих отношениях. И что касается проблем, что для нас сейчас гораздо важнее, чем попытки каких-то проставлений самим себе, каких-то оценок позитивных, конечно, остается, очень острая остается проблема решенных с затоповскими стоянками, особенно с внедрением полос, выделенных полос с остановками, автобусы водителей штрафуют. И, в общем, мы видим, что ситуация... Я на этом неделе буду встречаться с руководителем департамента автомобильного транспорта Минтранса вместе с коллегами там, с автобусниками, с тем, чтобы попытаться найти какой-то алгоритм решения этой проблемы, потому что на всех уровнях нам говорят, что... Окей, вы понимаете. Но разделите нам автобусы туристские и нетуристские. Желательно на законодательном уровне. А как вы понимаете, отделить технические туристские автобусы от междугородних или экскурсионных, от городских, с технической точки зрения, очень и очень непросто. Поэтому, говорит, пока вы туристские автобусы не выделите нам, какие считать, туристскими или экскурсионными, то мы не можем решить вопрос, выделенный полосой, И это, конечно, доставляет определенные... Ну, а что касается стоянок, мы, конечно, боремся, и в том числе сделали стоянку на Молотни, на которую, надеюсь, что переедут все-таки, перестанут автобусы, когда закроют пешеходную часть на набережной для автобусов. Но тоже работа такая очень тяжелая идет. У нас 64 площадки, отработанные с точки зрения разработки схем, удается утвердить год, там, две-три в лучшем случае. Поэтому это вот такое направление тяжелое. Другое направление, конечно, я понимаю, что ситуация, который просто остается с некоторыми музеями. И вот этот баланс интересов между музейным сообществом, или, скажем так, коллективами отдельных музеев, в том числе весьма известных, собственно, экскурсоводами, гидами-переводчиками-экскурсоводами, турбизнесом и, в конечном счете, нашими клиентами, туристами, вот этот баланс, он, в крайней мере, в случаях складывается, скажем, не в пользу туризма. Это сложная очень тема. Вы знаете, что не один год пытаемся решить. По некоторым музеям это получается, особенно там где-то приходит новая ухоозка, где-то. По некоторым ситуация непростая и даже, я бы сказал, осложняется. Поэтому готов, как и в любом формате, с ассоциацией и, собственно, с самими гидами. Те, кто сталкиваются с этими проблемами, экскурсоводами готовы встречаться. Работаем в этом направлении, но в том числе вместе с Минкультурой. Благо, они теперь курируют туризм. Ну, тема непростая, вы знаете, и по Москве, и по какой-то степени Питеру тоже. Вообще вопрос, как бы, регулирования деятельности в области оказания услуг экскурсоводов и гидных переводчиков, это тоже непростая тема, поскольку, ну, вы знаете, с одной стороны возникает конфликт интересов между приезжими гидами, ну, в какой-то степени, ну, я не хочу сказать, автор между теми, кто проводит авторские экскурсии, а скорее между теми, кого привозят туроператоры, кого нанимают, в частности, допустим, из числа китайских студентов и так далее, и, с другой стороны, с таким организованным и профессионально подготовленным сообществом, вашей, значит, профессионально подготовленной частью вашего сообщества. Тоже нам эти проблемы понятны, тем более мы с ними сталкиваемся за рубежом, вы знаете, сейчас, например, у нас есть такой острый конфликт в Таиланде, где греческие защиты, где уже давно создана система, при которой, грубо говоря, с тайским гидом, наш гид работает, а тайский гид рядом сидит, будет в Бамбоку, получает часть его заработной платы. Ну, в общем, достаточно распространенное явление, все вот, так сказать, тех профсоюзных ограничений, которые они в свое время добились. И, в общем, это Таиланд наиболее яркий, но не единственный пример в этом отношении. У нас складывается такая парадоксальная ситуация, что, с одной стороны, в условиях присоединения к Северно-Туристской организации закреплено положение относительно того, что услуги должны оказывать эти граждане Российской Федерации, с другой стороны, под этой совершенно нет подзаконной базы, и самое главное, даже не в отсутствии этой подзаконной базы в виде победитов, в несении изменений в целый ряд засладательных актов, в том числе под их с административной ответственностью и многие другие. Но дело еще не в том, что не очень понятен механизм контроля, потому что каждый раз мы сталкиваемся, когда речь идет, допустим, о малых средствах размещения в жилом фонде. Вот о такой деятельности, которая достаточно сложно контролировать правоохранительным, в том числе органам, потому что это выпадает, скажем так, из круга их прямых интересов и стимулировать, так сказать, эффективную работу, как в Турции, когда идет автобус, на нем, допустим, там, стикер Турсаба, что автобус проверен, что водитель подготовлен соответствующим образом, и если стикер идет, то, соответственно, группу высаживают, но до этого редко доходят, но, тем не менее, существует некий, так сказать, механизм. Вот в России такой механизм не создан, и создать его вот просто вот в Москве без изменения федерального законодательства, поскольку речь идет о, как бы, административных регламентах достаточно сложных, от них нужна федеральная законодательная плата. Тоже в этом направлении пытаемся работать, но вопрос, еще раз хочу сказать, очень-очень непростой. Поэтому, если со стороны ассоциации мы будем получать поддержку, ну, во-первых, мы стараемся все свои действия в области экскурсионного дела, в области работы гидрот-переводчиков, свои инициативы, какие бы всегда, с ассоциацией с автобусом. Стараемся гармонизировать наши позиции. Мы были бы очень благодарны, если бы мы чаще получали от ассоциации проекты конкретных нормативных актов, предложений, не в смысле того, что давайте сделаем хорошо, давайте вот, сделайте нам, чтобы было удобно, да, а с тем, чтобы там еще было написано, как это сделать, с учетом существующего законодательства и правоприменительной практики в стране. Почему? Потому что, ну, просто даже с пожеланием с ними работать сложно, а у нас в комитете 34 человека, и все-таки у вас 34 человека, бюджет-копеечный, а город надо сделать гостеприим. Вот на этой, сами понимаете, без нас это точно не получится, так что на этой позитивной ноте позвольте еще раз вас, скажем, поздравить с очередной конференцией ассоциации и, так сказать, пожелать успехов в работе и сказать, что мы всегда в вашем распоряжении. Спасибо. Если это не противоречит регламенту, то, пожалуйста, какие еще вопросы будут, давайте, пожалуйста. Очень хороший был предложен проект о школьном уроке. Вопрос у меня такой. Я, гид Ирина Щербакова, работаю с детьми. Дети в этом сезоне не выезжают в учебное время на экскурсии. Им это запретили. Школьные уроки у нас прекратились в музеях. Почти повсеместно, мало кто себе это может позволить. Выезжаем в каникулы, выезжаем в выходные дни, то резкий поток у нас сократился. Если дети имели раньше возможность 9 раз каждый месяц выехать на экскурсию, теперь это 3 каникулы. 3 экскурсии – это 3 каникулы. Вот как этот вопрос. Речь идет о московских детях или понятно? Насколько я знаю, вообще-то этот вопрос с департаментом образования прорабатывал применительно к московским музеям департамент культуры. Но мы сейчас тоже к нему, к этой теме подключимся. Спасибо за то, что сориентировались. Тем более, что там есть еще и другие проблемы, связанные с ремонтацией организации экскурсионных детских поездок, в частности, новое постановление у групповых детских перевозок, которое тоже есть, шедевры, такие, что нужно каждую поездку согласовывать с ГИБДД, получать подтверждение, будут они сопровождать автобус или не будут. Ну и прочие там художества, которые, к сожалению, появились на последней стадии этого постановления. В общем, тема понятна. Работа с органами образования в отношении возможности детям выезжать в период не только в выходные дни и на каникулярный период, но остальное там про автобусы и так далее. Не буду еще раз занимать ваше время, но в работе. Спасибо. Спасибо. Сергей Павлович. Спасибо большое, Сергей Павлович. Значит, у нас еще несколько гостей, поэтому позвольте предоставить слово директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елены Викторовны Титовой. Я думаю, не буду забегать вперед, Елена Викторовна сама скажет то, что ей нужно сказать нам. Я хотел просто вас призвать к тому, чтобы вы с большим вниманием выслушивали всех наших гостей, но если не трудно, я думаю, вот если нет каких-то таких очень важных и срочных вопросов, давайте сразу вопросы не будем задавать. Скорее будет лучше, если мы эти вопросы оформим в письменном виде или обсудим их потом. У нас в повестке дня есть пункт разный, мы это обсудим, сформируем какие-то конкретные предложения или какие-то вопросы и адресуем их заинтересованным лицам уже в письменном виде. Здравствуйте, уважаемые участники конференции, уважаемый Сергей Павлович, уважаемый Александр Вячеславович. Для меня очень важно и своевременно сегодня быть гостем этой конференции, поскольку Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства сегодня музей, взявший старт на развитие и изменение, собственно говоря, музейного продукта, который, я надеюсь, будет очень интересен специалистам. В центре Москвы особняк Астермана Толстого, один из буквально трех особняков, сохранивших топографию XIX века и общий облик усадьбы. Музей располагается в комплексе зданий, интереснейший ансамбль с парковой зоной. История Астермана сама по себе является прекрасной темой для проведения экскурсии и учебных занятий. Коллекции. Наверное, немногие из вас знают, что сегодня Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства фактически это великолепный образ России в декоративном искусстве. В том числе, что в 60-е и 70-е годы были организованы экспедиции, связанные со сбором декоративного материала, а далее специалисты музея работали постоянно с формированием коллекций, сегодня наши экспозиции и наши фонды – это фантастическая возможность для туристов получить впечатление о лучших образах, образцах декоративного искусства, об образах России как в предметном, так и нематериальном мире. Я имею в виду возможность проведения праздников, связанных с вокалом, с фольклорными играми в нашем музее, что, собственно, мы уже делаем в рамках работы нашего образовательного центра. Опыт у нас уже есть. Пять постоянных экспозиций, связанных с историей декоративного искусства в России, – это 18-19 век. Блестящий период русского модерна, русского стиля представлен в нашей экспозиции. Уникальная экспозиция – фарфор и фаянс 20 века. Вещи, говорящие о развитии России, нашей страны, во времени революционных событий, фактически до начала 90-х. Великолепная коллекция, вызывающая неизменный интерес как у специалистов, так и у людей, просто интересующихся историей и декоративным искусством. Все это, еще раз повторяю, в центре Москвы, с удобным подъездом к Садового кольца, с прекрасной возможностью сделать небольшую прогулку, так сказать, с осмотром архитектуры и провести ту или иную экскурсию. Мне было важно очень услышать в выступлении Владимира Павловича, что ищутся новые маршруты и объекты. Это как раз про нас. Несмотря на то, что как субъект музея сформирован и расположен в этом комплексе уже 30 лет, сегодня, год назад, взятая концепция и утвержденная в Министерстве культуры начинает работать, начинает воплощаться. Я как директор ратую и делаю все для того, чтобы музей стал площадкой так называемого открытого музея. То есть мы активно формируем сейчас службу гостеприимства. Мы приглашаем партнеров к удобному, комфортному взаимодействию. Говоря о том, как богата наша коллекция, практически любая тема может быть освещена благодаря нашим запасникам. В частности, космос — это тоже наше. Мы участвовали в каталоге, большое известное собрание нашими гобелинами и предметами декоративного искусства по космосу. Мы будем рады сделать специальные продукты, как-то выставки предметов, связанных с этой темой. Поэтому, уважаемые участники конференции, я приглашаю вас на обучение, которое мы специально организовали вместе с ассоциацией. Оно будет проводиться 13 марта в 3 часа. Запись через ассоциацию. Можно сегодня записаться непосредственно. Мы будем очень рады рассказать о принципах формирования нашей экспозиции, о нашей выставочной программе на ближайшие два года. И надеемся на успешное сотрудничество с гидами и экскурсоводами. Программа предполагает пятилетнее заключение партнерских отношений и работы непосредственно гидов и экскурсоводов на нашей площадке. Для нас это очень интересно, очень важно. И я надеюсь, что замечательная еще одна жемчужина в экскурсионном туристическом маршруте на Сотовом кольце, во дворце Астермана, будет для вас открыта. Спасибо еще раз за внимание. Я вижу сегодня замечательное большое собрание профессионалов и людей своего дела. И думаю, что если следующий конгресс будет, кстати, еще больше, я могу предложить наш музей как одну из площадок проведения, допустим, конгресса. Здоровья, туристическая академия, господин Путрик, позвольте предоставить ему несколько минут для приветственного слова. Спасибо, Александр Вячеславович. Рад всех приветствовать. Приветствовать состоявшееся профессиональное сообщество. Мы знаем, что на перестройку возникла эта ассоциация. Многие хорошие организации возникали и также потом закрывались, исчезали. Но сделали иногда полезное дело, но и потом их уже не стало. А вот такие. Тут Сергей Павлович Шпилько присутствует, руководитель и Московского комитета, и Российского союза культуры и индустрии, также организации мощнейшие, которые выжило, состоялось и делали полезное дело. Поэтому такое профессиональное сообщество от нашей международной академии я с большим чувством теплым приветствую. Нам радостно сотрудничать с вами. Мы испытываем творение и видим, что эта профессия востребована, и эта востребованность возрастает. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, уже более практический. Тут уже приветственные слова переходят часто в практическую плоскость. Конечно, мы все понимаем, сейчас начался год культуры Российской Федерации. И вот, работая над проектами различными, наша международная академия участвует, в том числе и в рамках федеральной целевой программы, и государственной программы по развитию культуры и туризма. Становится очевидным, что вот как раз той самой культурной составляющей в этих проектах, в этих разработках, планах, ее и не хватает. И отсюда снижение привлекательности и наших территорий, не только Москвы, но я говорю во всей России. Поэтому сейчас усилия и Министерства культуры, и Федерального агентства, и нас, ученых, сотрудничающих с ассоциацией, направлены, конечно, на усиление этой культурной составляющей, усиление событийных рядов в туристских дестинациях, чтобы действительно наши территории были привлекательны для отечественных и иностранных туристов. И здесь, конечно, вы понимаете, роль экскурсоводов, те, которые организуют эти опознавательные действия в рамках приема туристов, их роль очень важна. Поэтому роль и востребованность будет возрастать. Сейчас появится в ближайшее время, видимо, и новый стандарт профессиональных экскурсоводов, которые, и гидопереводчиков, которым учтены новые требования. Все это работает на повышение престижа нашей профессии. Еще раз поздравляю с таким важным событием, 19-й конференции, и успехов в наших совместных действиях на благо отечественного туриста. Добро пожаловать к представителю, опять-таки, нашего любимого гиита, к уже Екатерине Валерьевне, главному специалисту отдела маркетинга, который обратится к вам с вас в звании. Добрый день, уважаемые гидопереводчики. Я рада присутствовать на таком важном для вас мероприятии. Очень благодарна, что меня пригласили на это мероприятие. И хотела бы вам сообщить следующую информацию. В нашем институте стартовал новый общероссийский интернет-проект по развитию внутреннего туризма в России под названием «Русский дух». И в рамках этого нового проекта одним из направлений, которое наиболее интересно для вас, является создание общероссийской интернет-базы видеопортфолио переводчиков с разных языков. Видеопортфолио представляет собой видеоролик на 1-1,5 минуты для каждого переводчика, где переводчик должен презентовать себя и показать свои знания языка. Все эти видео будут размещены на новом сайте, который создается для этого проекта, а также еще на 5 интернет-ресурсах, в том числе и на YouTube. Данный проект позволит вам, так скажем, попасть на новую площадку взаимодействия с клиентами, которые заинтересованы в ваших услугах. Также это видеопортфолио вы получите и в личное пользование, и оно будет размещено на тех ресурсах, соответственно, на тех ресурсах, на которых мы предлагаем. И под каждым видеопортфолио вы сможете дать свои личные данные, личные контакты для непосредственного взаимодействия с иностранными делегациями, с иностранными туристами и отдыхающими. Сегодня на входе, во время регистрации, вам раздали анкеты формата А5, это половина А4, это цветные анкетки, я вижу, да, вы поднимаете их уже, да, абсолютно правильно. Все желающие могут заполнить эти анкеты и сдать их на выходе из зала, также на стойках у регистрации, да, лично мне сдать. И также я смогу ответить на те вопросы, которые у вас возникнут. Кроме того, на вашем сайте, на сайте ассоциации, на главной странице уже выложена информация об этом проекте, выложены контактные данные, также выложена еще раз эта анкета. То есть если кому-то, может быть, сегодня она не досталась, вы сможете ее заполнить онлайн и выслать нам на почту. И, соответственно, первая дата съемки будет 9 марта в 12 часов, и все те, кто, так скажем, первые подадут заявки, они смогут попасть уже 9 марта на съемку своего видеопортфолио. Ну, соответственно, если у вас будут вопросы, я после конференции на них отвечу, и также все данные у вас есть на нашем сайте. И если кому-то до сих пор не досталась анкета, то вы можете прямо сейчас записать электронный адрес, на который вы можете выслать информацию о себе. Электронный адрес очень простой. 1989-125-собакамайл.ру 1989-125-собакамайл.ру Нужно прислать свое фамилии, имя, отчество, языки, которыми вы владеете, и контактный телефон, и контактную почту. Соответственно, вам в интернет-рассылке пришлют информацию о дате съемки и ответят на все ваши вопросы. Все, спасибо большое за внимание. Очень интересное предложение. Многие из наших коллег, особенно молодых, которые активно работают с интернетом и вообще в интернет-пространстве, они в курсе, что существуют такие международные сайты, которые предлагают разных специалистов, в том числе в области туризма. Можно найти через такой сайт ГИДа в любой стране мира. Но все дело в том, что все эти сайты платные, мягко говоря, потому что там плата бывает достаточно велика, и, как правило, это плата ежегодная. В то время как тот проект, который сейчас запускает ГИД, на сегодняшний день он совершенно бесплатен, за исключением самой съемки, за которую придется заплатить, если я не ошибаюсь, по-моему, 300 рублей, то есть это, в общем, вполне разумные деньги, и это будет единственная затрата, которую придется понести для того, чтобы участвовать в этом проекте. Я думаю, что это очень интересно. А сейчас еще об одной очень интересной теме. Ну вот здесь Владимир Петрович говорил об этом, и я еще об этом скажу, когда буду перед вами выступать полноценно. Речь идет о том, что в 2015 году Москва, мы с вами, будем принимать конференцию Европейской Федерации Ассоциации Гидов. Мы добились этого права вот в этом году, во время поездки в Португалию, чего мы очень рады, надеемся, что и вы тоже. Но наши коллеги, как вы знаете, мы пытались пригласить к себе Всемирную Федерацию, но не тут-то было. Они нас прокатили и поехали в Макао в этом году. А на будущий год, вернее, в прошлом году уже, а на будущий год они выбрали целью своей поездки нашу очень любимую нами Прагу, наших друзей чешских. И сегодня у нас в гостях президент Чешской Ассоциации Гидов-Переводчиков Станислав Валиман. Его сопровождает Марина Седлакова, тоже член правления Ассоциации. Они вам сейчас в нескольких словах расскажут о том, куда и как они вас приглашают. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, коллеги, гиды, экскурсоводы и переводчики, нам очень мило здесь поговорить с вами. И я благодарю Ассоциацию за все это гостеприемство. И хочу передать привет от моих в Праге и в Чешской Республике. Все очень рады, что европейская конференция в том же году, как всемирная у нас будет в Москве. Мы уже готовимся приехать сюда. Очень спасибо. Мы приготовили, конечно, для вас, вы знаете, всемирная конференция. Это очень такое большое событие, куда приезжают, значит, гиды и участники, делегаты из почти 30 стран мира, сопровождающие. Так что можно встретить гидов с разных стран мира. В общем, крупное мероприятие. И мы подготовили программу, которая, надеемся, вам понравится. Так что мы сейчас вам ее представим, чтобы... Марина, я хотел уточнить, что эта программа вам всем розовая, поэтому вы можете ее отследить в напечатанном виде. Но Марина сейчас более подробно не расскажет. Так, у нас только одно маленькое уточнение, но мы уже там определились. Там просто ЮТЕРК, это большая компания. Мы сейчас этим ременциям летели сюда, из города Горно. Так что мы начинаем программу на рейсинг. Конечно, я вам на Москва. А потом, конечно, поездка в эту саму раму. Просто эта компания ЮТЕР нам дала на следующий год 2015. Цену не 140 евро, как у вашей программы стоит, а 150. Но мы оставим конечную сумму, так как у вас на программе все стоит. Просто потом дадим информацию, как все это будет, регистрация пройдет. Так что мы можем сверчить сайт. Конечно, несколько порогов здесь будет фотографии Прага. Это программа, название программы, перекресток, значит, культур, можно сказать, всемирный. Конечно, более информации вы получите на английском языке на сайтах этой всемирной организации. Так, это у нас состоит 24, значит, января по 31 января. Как раз мы эту программу сделали на неделю, субботы до субботы. Выбрали, значит, самолет, рейс, как я уже сказала, у нас в Баврно. И обратно тогда, так что мы начинаем в Баврно программу. Где вы будете потом на автобусе проезжать местам Прага, Кава, Вавара и то, что в программе стоит. Здесь немножко подробнее программа, которая у вас уже написана. Да, у вас тоже есть несколько кадров, программа, которая дополнительная, значит, посттурт, Карла Бавары. Программа до этого, конечно, включает, например, поездку в Вену. Да, Баврно это четырехзвездочная гостница в центре тоже города, то есть вестерн-интернационал. Откуда пешочком очень хорошо. Так, какие-то праздники, конечно. И опять также вылет на Москву будет из города Баврно, где программа заканчивается. Так что мы сделали, да, Баврно, Баврно. Влет в Москву в 7-6 часов вечера. Мы оставили эту ценную стоимость всего. В эту стоимость входит, так как у вас написано, что все входит. Мы еще добавили туда труброды, которые там два раза вы получите вместо обеда, которые не стоят. Но мы сделали такую, как запуску. Да, приготовим вам. Так, у вас, конечно, программа более подробно стоит. Мы надеемся, что вам во время этой программы Вена, Прада, Баврно и другие места понравятся. Они, конечно, программа совпадает с программой участников Всемирного этого Конгресса. Но особенно для вас сделано прямо так, что вы начинаете в этом городе Баврно. Это не для всех участников. Мы специально для вас эту программу так составили. Так что надеемся, вам понравится. Это города, наши гиды, наши коллеги. И рады будем вас встретить. Так что добро пожаловать в Барно, Праду. Дорогие друзья, мне кажется, что мы... Ведь много лет уже наша ассоциация член Международной Федерации Всемирной и член Европейской Федерации. И фактически, кроме вот нескольких и то достаточно редких случаев, когда наши представители при поддержке Комитета по туризму или самостоятельно участвовали в заседаниях или в конгрессах этих международных организаций, фактически наши члены нашей ассоциации никогда на эти встречи не приезжали. Мне кажется, что это большое упущение с нашей стороны. И вот я считаю, что вот эта возможность прекрасная, посетить Прагу, Вену и Барно, ей надо воспользоваться. Тем более, что уверяю вас, что если бы мы ехали туда просто напрямую, зарегистрировавшись на сайте Международной Всемирной Федерации, то это бы обошлось значительно дороже. Поэтому надо воспользоваться этим случаем. Я и призываю всех вас внимательно этот вопрос изучить. И мне бы хотелось, чтобы от нас приехала представительная делегация, тем более, что это наша братская страна, в которой очень хорошие люди живут. Спасибо. У нас еще есть отменно выступающая руководитель спецпроектов компании Адамас, Лилия Рыбак. Она к вам обратится с выгодным предложением. Добрый день. Позвольте, ребята компании Адамасу поздравляют вас профессионально аккуратненько и пригласить в наши магазины. Адамас — это призванный рейдер, традиционный ювелирный рынок. И сейчас насчитывает порядка 200 магазинов во всей России, в которых представлен широкий ассортимент ювелирных украшений разных ценовой категории. Особой гордостью наша компания стала то, что мы стали официальным партнером в Сочи 2014 и изготовили полный комплект олимпийских и пара олимпийских медалей. Шесть магазинов Адамас специально оборудованы на прием туристических групп, как пеших, так и на автобусах, то есть есть парковки. Эти магазины расположены в таких местах, как на Арбате, на Тверской, на ОВЦ и в гостинице «Космос». И мы делаем специальное предложение для всей гидов туристических групп, комиссионно в размере 25% от общей суммы продаж, которые выдаются непосредственно в магазине, то есть по факту. Вся контактная информация и более подробные условия этого предложения, есть вот таких листовочек, которые мы давали на замерки старации. Ждем вас в Адамас. Спасибо. Ну, давайте приступим к работе. Нам надо, я думаю, мы не будем отдельно голосовать за повестку дня, нам надо сейчас выбрать редакционную комиссию и счетную комиссию на тот случай, если нам придется что-то голосовать, чтобы могли посчитать глаза. Со своей стороны, вот мы на правлении посовещались, решили предложить в редакционную комиссию трех человек, господа Ведерникова Михаила, господина Головнева Виталия и Татьяна Тимофеевна. Председатель нашей ревизионной комиссии. Я прошу прощения. Есть ли какие-то возражения против редакционной комиссии? У меня сегодня видится как-то с... А, из Тихонову, прошу прощения. Тихонову. Елену Тихонову... Читать писать не мог, а пить ей сдавай. Да, значит, Головнев, Тихонов и Ведерников. Есть возражения против редакционной комиссии? Так, тогда поголосовать пока не будем. Есть ли желающие побыть членами счетной комиссии? Я вам предложил коммуниортизм молодых людей вот с этой стороны посчитать, а с другой стороны вот... Николай, ты не можешь посчитать? Так, кто у нас с этой стороны будет с счетной комиссией? Пожалуйста, волонтеры есть? Но не хотелось бы назначать. Молодые люди, проявите, пожалуйста, инициативу. Не тяните время. Вот, ребята, вы сидите, разговариваете. Будьте любезны, как ваша фамилия? Да. Господин Егоров Михаил. Я вас предлагаю членам счетной комиссии назначить. Идите сюда. И давай. Прошу. Есть возражения против членов счетной комиссии? Нет? Хорошо. Тогда давайте проголосуем за революционную комиссию. Кто за то, чтобы революционную комиссию из состава Ведерников, Тихонова и Головнев? Прошу голосовать. Кто против счетной комиссии? Считайте. Счетная комиссия вы. Кто против? Кто бы держался? Все. Единогласно. Спасибо большое. Счетную комиссию прошу занять свои места. Тогда, с вашего позволения, я предоставлю себе слово. И постараюсь очень быть кратким, чтобы долго вас не задерживал. Дорогие друзья, вот прошел год. Год был в целом неплохой. Я имею в виду 2013. Потому что сейчас, уже в 2014 году, происходят такие замечательные события в России. Я думаю, что все следят внимательно за Олимпийскими играми. И это действительно стало таким прямо, не просто событием, а еще и каким-то таким, я бы сказал, возможности увидеть, кто есть кто и кто, как относится к нашей стране. И вообще, есть ли у человека разум, патриотизм, какая-то гордость. Сейчас вот мне пришла информация очень интересная. Много людей, которые совершенно не собирались ехать в Сочи на Олимпийские игры, сейчас стоят в колоссальных очередях, бьются за билеты, чтобы туда доехать. Это настолько вот мне лично приятно, что вот это событие происходит у нас. И я отдаю должное тем людям, которые и готовили это, и пробивали, и поддерживали все время. Все-таки это очень большое событие для нашей страны. А уж не говоря про развитие этого региона, который получил огромный толчок. И мне очень радостно, что и наши коллеги, там 15 человек работают, 21 член нашей ассоциации работает там сейчас на Олимпиаде. Ну и, конечно, вы знаете, что очень много московских волонтеров там присутствует, в частности студентов и сотрудников МГИИДа, наши коллеги. Ну это вот такая маленькая в скобках информация. Возвращаясь к нашей работе в 2013 году, было много всяких и сложностей, и хороших, и плохих моментов. Как вы все прекрасно знаете и думаете об этом постоянно, один из главных наших таких сложных моментов, это отношения с музеями, в частности с музеем Московского Кремля. Работа с ними ведется постоянно, мы постоянно с ней встречаемся. У нас не так давно члены нашего управления, причем это именно не руководство управления, а члены управления молодые гиды-переводчики, ну там один был не очень молодой, но два было совершенно молодых. Они ходили на встречу к Елене Гагариной, встречались, недолго беседовали. По результатам этих встреч были еще какие-то консультации. Написаны письма, очень серьезные, руководство этого музея. Мы очень надеемся на то, что получим на них разумный ответ, и очень надеемся, что наши отношения многолетние с этим важнейшим музеем для Москвы, для всей нашей туристической программы, будут развиваться позитивно. Но вот, к сожалению, на сегодняшний день полной информации, а ситуации у нас нет. Информация, единственное, я еще не успел сказать, но незадолго до начала нашей конференции, мы провели ставшую уже ежегодную встречу с представителями крупнейших туроператоров. Пришли такие крупные фирмы, как Подоход, КМП, Академсервис, но и некоторые другие. Очень была такая заинтересованная даже какие-то моменты, острая дискуссия. А вот, возвращаясь к Кремлю, до сих пор они не подписали договор с Кремлем. То есть сам текст договора Кремлем еще не подготовлен. Был там очень такой момент деликатный. В какой-то, значит, примерно в начале января, по-моему, до нас дошла информация о том, что в готовящемся тексте договора собираются вставить плату за проход ГИДа. Если до сих пор ГИД получал бесплатный билет, то теперь этот билет будет платный. Мы считали, что это совершенно недопустимо, потому что приезжает наш статус, совершенно полностью меняет... Давайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Значит, все, кто был в Кремле или не был в Кремле, мы все вопросы будем решать в отделе разное. Если кто-то захочет выступить, что-то сказать, мы к этому вернемся. Сейчас у нас доклад президента ассоциации. Я вам докладываю о том, что мы сделали, что мы делаем сейчас и что собираемся делать. Значит, вот на этом сейчас мы и остановимся. Все остальные разговоры потом. Спасибо. Значит, мы очень резко выступили против этого, встречались с руководством тоже музеев Кремля, правда, не посредством дирекции, но с заместителями генерального директора, и добились того, что это решение было отменено. Сейчас Кремль отбрал другую форму работы. Они собираются брать с фирмы плату за бронирование. Но такая форма, в принципе, существует. Во многих музеях я знаю прекрасно, что уже лет 20, например, Лувр берет плату за бронирование, за то, что в какой-то группе туристов фирма предоставляет, ну, фирме предоставляется право на проведение экскурсии в определенный момент, о котором она оповещается заранее. Фирмы резко выступили против этого, потому что цену, которую объявил Кремль, во всяком случае на словах, потому что договора еще никто не видел, она в три раза больше, чем входный билет в Кремль. То есть вместо того, чтобы платить за билет гида 350 рублей, им предлагается теперь заплатить 1000. Вот вокруг этого сейчас идут все споры. Наши члены молодые правления провели очень хорошую работу. Они даже некоторым образом проанализировали сегодняшнюю работу Кремля, в частности таких объектов, как Государственная оружейная палата, и внесли свои предложения, которые позволили бы Кремлю в случае принятия этих предложений улучшить свои финансовые показатели за счет более полной заполняемости этих объектов, которые сейчас, мягко говоря, не оптимально используются. Будут ли приняты эти предложения, пока не знаем, ответы мы пока не получили. Но я пользуюсь случаем, что у нас сегодня присутствует Сергей Павлович Пелькот, обращаю тоже его внимание на эту ситуацию, потому что она, на самом деле, мы формально, ведь не можем вмешаться в договор между фирмой и Кремлем. Мы можем только вести некую, в общем, практически закулисную борьбу, объясняя нашу позицию, пытаясь, значит, внести какие-то предложения, которые помогут даблокировать эту ситуацию. Но в любом случае нам не очень понятна позиция, опять-таки, полученная нашей нами информацией в Министерстве культуры, которая требует от Кремля увеличения доходов. Ну, вот год культуры в России. Мы объявляем год культуры и хотим на Кремле зарабатывать. Ну, это просто, видите, слов нет. У меня лично нет слов. Я понимаю, что мы можем, как ассоциации, как общественные организации, как люди, в конце концов, патриотично настроенные, и люди, от которых в точительной степени зависит образ нашей страны, отношение к нам со стороны иностранцев, которых мы встречаем. Мы можем обратиться, наверное, в Министерство культуры с неким предложением, в принципе, но я не хочу сказать полностью отказаться, но как-то сделать шаги в сторону действительно более культурного отношения к нашему наследию, именно как к объектам культуры, как к объектам, которые нужно пропагандировать, которые надо вкладывать деньги, а не из которых надо получать некие доходы. Вот, к сожалению, такая вот на сегодняшний день ситуация. Еще раз повторяю, ситуация не окончательная, она и находится в процессе обсуждения, в процессе, так сказать, корректировки. Более того, даже наши коллеги туроператоры обратились к нам с просьбой, пока никаких шагов конкретных не предпринимать, поскольку все, что мы сейчас имеем в качестве информации, это все вилами было не писано. Никто еще не видел. Поэтому до тех пор, пока эти вещи не будут положены на бумаге, не вытянуты будут в качестве конкретных предложений, оспаривать их бессмысленно. Понимаете? Вот как только эти договора будут реально предложены туроператорам, нас, естественно, поставят в курс дела, и Дума управления оперативно отреагирует, в частности, будет обращаться, конечно, к комитету по туризму по этим вопросам, чтобы получить поддержку, и если ситуация будет нам казаться недопустимой, чтобы какие-то меры были приняты. Ну, это вот такой, сразу такой важный вопрос, который я хотел обсудить, чтобы не получилось так, чтобы важный какой-то для всех вопрос оставили напоследок и не успели его обсудить. Второе, что я хотел вам сказать, это то, что у нас идет очень серьезная работа по подготовке новых кадров. Вы знаете, что наши курсы работают. Работают они, с одной стороны, достаточно активно, с другой стороны, мы готовим очень небольшое количество новых гидов и значительно большее количество искусствоводов, которые вливаются, в общем, в армию искусствоводов московских, большинство из которых, к сожалению, не являются членами нашей ассоциации. Поэтому мы считаем, что вот эта работа по привлечению в нашу ассоциацию большего количества искусствоводов, она очень важна. И для этого очень важно, чтобы в новой редакции закона о туризме появилось небольшое дополнение. Вы об этом уже неоднократно слышали, но я вас, к сожалению, информирую, что ВОЗ и ныне там. Как вы знаете, в законе прописана одна фраза, что гидам и искусствоводам может быть профессионально подготовленное лицо. Точка. Никакого разъяснения, что такое профессионально подготовленное лицо, в законе не имеется. А, соответственно, отсутствует практически законодательная база для того, чтобы ввести некий контроль, ввести некое правовое пространство, в котором должны работать гиды и искусствоводы. Это пространство существует у нас в Москве, благодаря московскому правительству, которое уже с 1994 года по нашей инициативе озаботилось. Это вопрос приняло некоторые распоряжения. Сейчас этим вопросом активно занимается комитет по туризму. Более того, пользуясь случаем, информируя всех присутствующих, некоторые уже в курсе, поскольку уже получили, новые наши аккредитации будут выдавать нам непосредственно комитет по туризму. То есть это будет не просто аккредитация, которая выдана Ассоциацией гидопереводчиков, но по доверенности, что называется, от экспертного совета при провести Москве. Но все-таки экспертный совет – это некая общественная организация тоже, которая просто контролирует уровень знаний и дает людям зеленый свет для того, чтобы работать в профессии. Сегодня вот наша аккредитация выходит, с нашей точки зрения, на более высокий организационный и правовой уровень. То есть это будет аккредитация, которая нам выдается комитетом по туризму. Это не значит, что мы перестанем ввести нашу базу данных о гидах, потому что мы не будем контролировать ситуацию. Естественно, что вся эта работа, которую мы ведем, будет продолжаться. Просто сама вот эта аккредитация, она уже сегодня будет освещена органом власти, правительством Москвы и, соответственно, станет абсолютно легальным документом для тех, кто мог бы упрекнуть нас в том, что это некая такая фельдкинограмма. Значит, вот эта вот работа, которая начата комитетом по туризму, она еще только в самом начале, выпущена только пробная партия, что называется, вот этих аккредитаций, поэтому не все члены ассоциации нашей могут ее получить. Эта работа будет продолжена в течение года и, может быть, даже в течение этого года или, наверное, в течение следующего практически всех. Но я думаю, что мы будем просто пользоваться сроками истечения старой аккредитации с тем, чтобы заменять ее на аккредитацию нового образца. Это самый логичный и простой способ, но если поступят другие предложения и распоряжения, соответственно, мы им последуем. Фраза вот эта вот о том, что мы профессионально подготовленное лицо в Шаконе существует изначально, вокруг нее, как вы знаете, велись давно дебаты, к ней предлагается добавить всего лишь несколько слов. Прошедшая аккредитация. И вот эти прошедшие аккредитации уже который раз никак не могут внести в закон. Прошедшая аттестация, извините. Дело в том, что аккредитация немножко не тот термин, который может быть использован в данном законе. Значит, предлагается термин аттестация. Ну, вот на основании этой фразы, прошедшей аттестации, уже можно считать, будет положение, но не действующее в Москве, но как бы не совсем на основании текста закона, это положение будет полностью соответствовать закону, и тогда будет принято уже всероссийское положение, аналогично тому, которое действует сейчас в Москве. Ну, по нашим сведениям, законопроект этот передан уже в Государственную Думу в очередной раз. В очередной раз его обсуждает профильный комитет. Якобы это предложение должно быть вынесено на обсуждение вот в течение сессии вот этой вот Думы, которая недавно началась. Будет оно вынесено и опять по каким-то причинам будет заторможено? Нам непонятно. Ну, по нашим последним сведениям, якобы возвращает Министерство финансов, почему, тоже непонятно, поскольку нет никаких финансовых затрат дополнительных на введение этой аттестации со стороны, во всяком случае, государства не предвидится. Но понять этого, к сожалению, моя личная славная голова не в состоянии, поэтому я только продолжаю настаивать на том, чтобы это предложение было принято, а уж будет оно принято или нет, Бог видит. Еще очень важный момент в нашей будущей жизни, теперь уже будущей, о более подробной нашей поездке расскажет лиц-президент Ассоциации Марина Кресова. Мы ездили в Португалию, довольно такой представительной делегацией, очень удачно представили нашу страну, нашу Москву, и добились права проведения с Конгресса Федерации Европейской Федерации Ассоциаций Егидов в Москве в ноябре 2015 года. Значит, ну, у нас сейчас идет 2014 год, в этом году мы только будем готовиться к организации этого мероприятия. Ну, вот я призываю вас к тому, чтобы как можно больше наших коллег поехало посмотреть, как такие вещи происходят в Прагу, и познакомиться с порядком проведения этих мероприятий. Мне кажется, что вот это будет для нас очень хороший момент, очень хорошая возможность познакомиться с нашими коллегами с всей Европы. Они очень горячо поддержали кандидатуру Москвы, и надо будет себя проявить, мне кажется, с самой лучшей стороны, чтобы этот Конгресс московский остался у них в памяти, так же, как сегодня, похоже, останется в памяти, как великолепный праздник Олимпиады в Сочи. Не буду вас долго мучить всякими рассказами, у нас есть правление, правление многочисленное, каждый отвечает за свое направление. Сейчас будет предоставлено слово членам правления, многие из них расскажут вам кратко о том, какая ракута и работа они проделали. Поэтому я на этом закругляюсь. Спасибо вам за внимание, и прошу на сцену представителей нашей ревизионной комиссии, Татьяна Тимофеевна, которая нам доложит о результатах своих исследований. Спасибо. Уважаемые коллеги, к вашему вниманию предоставляется отчет ревизионной комиссии нашей ассоциации за 2013 год. Ревизионная комиссия в составе психоной, немецкий язык, председатель Тартуновой, Нина Сергеевна, английский язык и Валдаевой, Татьяна, французский язык, проведя проверку финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за прошлый год по документации, представленной исполнительным директором Сосуновой Ларисой Владимировной и бухгалтером Золотовой-Малиной, доводя до сведения, что членов ассоциации, участников конференции, что доходная часть бюджета за данный период составил 1.379.900 рублей. Основной источник поступления это, конечно, наши членские взносы за тот текущий год, 2013 год. Затем вступительные взносы. Членские взносы, нужно сказать, оплатили за прошлый год 832 гедопереводчика и 36 экскурсоводов. А вот интересно, что по списку на получение права ведения экскурсии по Кремле, к которому мы подаем ежегодно в ассоциацию, там у нас числится 1093 гедопереводчика. Значит, где-то 200 с лишним, 201 или 2 гедопереводчика еще имеет задолженность по оплате членских взносов за прошлый год. Это наш резерв и надеемся, что сегодня часть измерения погасит задолженность. Затем еще составной частью, кроме членских взносов, являются также вступительные взносы за прошлый год. В прошлом году у нас вступили в нашу ассоциацию 39 гедопереводчиков и 32 экскурсовода. Значит, итого у нас оплатили взносы 871 гедопереводчик и плюс 68 экскурсоводов. Надо вам сказать, что за прошлые два года наша ассоциация пополнилась, ряды нашей ассоциации вступило 90 гедопереводчиков и 72 экскурсовода. 72 экскурсовода. А если мы возьмем еще немножко, скажем, с 2009 года, когда к нам стали подключаться активные экскурсоводы, в наши ряды вступили 242 экскурсовода. К сожалению, взносы текущие оплачены только 68 экскурсоводами. Большая задолженность в этом плане. Но затем еще погашения задолженности шли за предыдущие годы. Это тоже определенная сумма на 292 тысячи рублей. Ну и также еще одна статья. У нас было коллективное вступление, вступительный взнос Пречестинки. Это в переводчике фирма Пречестинка. Вот это из чего складывалась доходная часть прошлого года. Расходы наши за прошлый год. Расходная часть состояла из трех блоков. Первый блок это сюда входят взносы в Европейскую ассоциацию. Мы заплатили 63 520 рублей и 1400 евро. Расходы на проведение конференции очередной, которая состоялась тоже в это время в феврале в прошлом году. Затраты были свыше 31 тысячи. Это подготовка методических материалов на дисках, награждения ветеранов и другие методы. Расходы такие мелкие. Дальше методическая работа сканирования текста покупка книг. Правда, небольшая сумма была израсходна, хотя планировали мы всегда закладываем больше денег на это. 1122 рубля. Затем были представительские расходы, связанные с командировкой нашей вице-президенту Шнайкином, с которой он отчитался по работе. Затем день туризма, расходы на поздравления, цветы и так далее, чай. Общая сумма составляет 35 300 рублей. Ну и еще одна статья о расходах материальной помощи нашим коллегам была оказана всего семерам нашим коллегам. В общей сумме составилась до 2500 рублей. Дальше второй блок расходов это расходы по содержанию техники, интернета, работа с сайтом, хостинг, профилактика компьютеров, канцтовары, приобретение архива документации, обслуживание банковского счета, аренда помещения для сохранения нашего юридического адреса по столешнику общая сумма составила 227 704 рубля. Ну и наиболее значительный блок расходов это, конечно, фонд заработной платы. у нас четыре сотрудника задействованы исполнительный директор, бухгалтер, оператор и методист. Ну и плюс транспортные проездные расходы общая сумма составила 957 832 рубля. В процентном соотношении вот такое это 67,5 процента от общей суммы, но и предыдущие два блока где-то по 16 в 16,5 процентов такое соотношение затрат. Выводы каких делает комиссия? Ну, проанализировав все статьи расходов, а также суммы, выделенные в проекте бюджета на 2013 год и их реализацию, комиссия установила, что в целом соблюдены исполненные все статьи доходов и расходов, но тем не менее обращала внимание на то, что нужно более активно все-таки работать в секторе и с сайтом нашим, потому что деньги на сварение выделяются, но реализуются по итогу годами значительно посмотреть, более сделать разнообразную и действенная работа сайтов и методическая тоже работа, обратить внимание на это. Ну и в заключении ревизионная комиссия считает, что вся финансовая и бухгалтерская документация в целом находится в надлежащем порядке, и все финансовые траты в 2013 году осуществлялись с рассмотрением и согласие большинства членов правления и признанное целесообразным. Поэтому прошу утвердить отчет ревизионной комиссии. Все? У меня все. Не надо? А, не надо, да? Принять к сведению? Прекрасно. Тогда прошу Спасибо за тебя за подвижение. Если нет, вот сразу по ходу дела хотелось бы несколько таких комментариев. Татьяна Тимофеевна сказала, что у нас есть вице-президент Ёжев Майден, который ездил он, не вице-президент, он почетный президент. Во-вторых, он ездил по приглашению наших друзей из Белграда. Это было решение правления. А потратил он сколько? 60 евро было потрачено на его поездку из наших всех взносов. Я считаю, могли себе это позволить, да? Вот. Он воспользовался тем, что он имеет право перемещаться почти бесплатно по железным дорогам, как гражданин евроунии. Вот кто у нас. Поэтому, конечно, мы ничего на это не потратили. Второе, сразу хотелось бы сказать, что мы действительно ездили в Португалию и тоже хотелось бы успокоить, потому что я бы чувствовала себя некомфортно, как и многие другие члены ассоциации, если бы действительно взносы людей, которые работают в поле и зарабатывают деньги и так далее, просто взяли, были потрачены на то, что замечательные члены правления прокатились и что-то там делали в Португалии. Значит, жалко, что Сергей Павлович Шпильков уже ушел, он много с нами пробовал, времени провел. Это уже сам по себе здорово. Но мы полностью ездили на тот конкурс, который мы выиграли. Это логично было, что мы его выиграли, я имею в виду ассоциация. Это был городской конкурс, это был бюджет города, которым распоряжается комитет по туризму. Значит, мы подавали заявку, мы его выиграли, деньги были выделены на приобретение авиабилетов, нас ездило сколько человек, Тарис? Пять человек у нас замечательно. Юля Сдапнова, она здесь? Юля? Юля нет, конечно. Юля Сдапнова, это переводчик с французским языком, Саша, Лариса, я и Ёжик. Вот, да? Все. Саша, Лариса, я и Ёжик. Короче, все эти деньги были выделены из бюджета, это было совершенно бесплатно, как бы не было абсолютно обременительно, они не были бы выделены по другим каким-то статьям, эти были деньги выделены именно для этой повестки. Мы очень давно хотели, чтобы Конгресс или Всемирная Ассоциация, Федерация или Европейская прошел в Москве. И у нас не получилось, как Саша уже говорил, о Всемирной, но мы очень рады, это наши коллеги, очень рады, это действительно коллеги, действительно друзья. Вот в Макао это было дорого ехать, но сейчас, конечно, конечно, мы сейчас, кто захочет, будет воспользоваться, программа замечательная и действительно очень объединяющая. И мы, конечно, рассчитывали, что на Европейской конференции мы себя представим, мы давно об этом заявили, но тут сложилась такая была интрига очень интересная, потому что, оказывается, в это же время Берлинская Ассоциация и Ассоциация Гидов Германии, туристских гидов, как они их могут если называть, Tourist Guides, это такой термин, который нельзя путать в занявках, они тоже высказали желание провести в Берлине, потому что у них совпало с тем, что 25 лет было Берлинской Ассоциации, 20 лет германские или наоборот, и их поддержали, потому что последние 5 лет, когда мы себя сдерживали, не участвовали в европейских конференциях, из-за того, что дорого, из-за того, что взносы были очень высокие, они и остаются высокими. Берлинская Ассоциация была очень-очень активной, и немецкая в целом, они как бы две такие, ну, как и мы, собственно говоря, московская и российская, мы представляем, в общем-то, и то, и другое. И их очень поддерживали. Это была очень интересная модель, такая европейская, немецкая такая президентша была, она очень напоминала всю ситуацию с Ангелой Меркин, потому что она была очень приятельная, она была очень правильная, все смотрели на нее, и надо отдать должное, что человек, она такой активный, энергичный и правильный, исправить все руководство, там вот замечательный испанец Карлос, и вообще очень много хороших людей из Европы, которые совершенно понимают наши проблемы, они такие же, как в Европе. Вот, они сказали, что Россия настолько хорошо представила, и это тоже было с помощью комитета, но еще с нашего энтузиазма, конечно, у нас была очень милая, очень активная, очень энергичная презентация, был хороший фильм, была хорошая музыка, конечно, мы там в платках, мы привезли немножко красной икры, там, у нас была водка, ну, то есть, короче, устоять было нельзя, презентация была очень хорошая, но договорились, что все-таки Берлин проведет в 14-м, потому что это юбилейный год, а мы в 15-м, таким образом мы победили, ура-ура, до этого никакого соревнования не было, потому что три раза, европейских конференций проводила Португалия, являющаяся очень, как бы, ну, не такой развитой страной, как, скажем, другие страны, Центральной Европы, это южная все-таки страна, она, ну, люди с таким энтузиазмом, я имею в виду, португальские гиды, это был такой пример, то есть они так представляли свою страну, было видно, что они обожают свою страну, что они очень рады, что все приехали, там было много волонтеров, там было такое веселье, хотя вот, куда мы приехали, Эвера, это типа, как мы сразу определили, типа нашего Владимира Сустеля, то есть глубиночка такая, это не Мадейра, где раньше проводили, или не Порта, где проводили тоже на океане, это была такая глубинка, но это было потрясающе, это было для гидов, это было такое, ну, такой, ай-опена, то есть это было культурное такое представление, и очень интересные проблемы там поднимались, так что я надеюсь, что мы к 15-му году все будем здоровы, энергичны, у нас много молодежи, и мы очень хорошо все проведем, конечно, это будет, мы объявили цену, которая ниже Берлинской, а Москва очень дорогой город, и, конечно, нам нужно будет все силы напрячь в привлечении спонсоров, как нам рассказывали гиды, там, допустим, мы шотландии, которые тоже когда-то проводили, мы дружили со всеми, с цветочницами, с таксистами, с транспортниками, со всеми, со всеми, то есть если у вас, у кого-то из вас будут просто даже на уровне идей какие-то контакты, которые мы можем использовать, это будет очень хорошо и вовремя, я надеюсь, что это, конечно, нам нужно будет гостиницы, нам нужно будет содействие комитета, нам нужен будет их бюджет, и вот тоже такая презентация, которая прошла Музей прикладного декоративного искусства, это вообще выход для нас, ведь Кремль никогда не откроет нам ночью себя, для того, чтобы там провели какой-нибудь красивый прием, а вот Музей прикладного искусства может, тем более, что через год-полтора, может быть, он будет гораздо еще более интересным и материально более таким, ну, представительным, развитым, то есть нам нужно дружить с музеями, без вас это невозможно. Я не хочу повторять Сашинова, естественно, доклады и презентации, но хотела бы немножко добавить про Кремль, собственно говоря, мы сначала, мы вот эти контакты, когда Юлия Онищенко, Костя, наш Клименко, Клименко любимый человек, да, и Юрий Вялков пошли к Дмитриевой, Дмитриевой такая фигура, если вы не знаете, это заместитель Гагарина именно, ну, как бы по нашему направлению, она занимается лекторием, научными разработками, она так или иначе занимается методистами Кремля, это как бы та содержательная часть нашей работы в Кремле, и человек, который, ну, она профессор, у нее потрясающие книги, она такой специалист по английской культуре, естественно, и там русской культуре, и так далее, вот, и она очень хороший человек, она была вот у нас на круглом столе, поскольку не все из вас были на круглом столе, который мы проводили, вот, больше, чем год назад, мы с ней познакомились, и, собственно, Юля, Юра и Костя отправились к ней, чтобы обсудить те повышенные требования, которые к нам они стали предъявлять из подачи Ирины Юрьевны, и вот этой всей истории, что гидам будут предъявляться повышенные требования, гид должен быть больше подготовлен, и вы знаете, что мы пошли им навстречу, и все прошли лекторий, мы пошли, согласились с тем, что после повышения квалификации мы будем сдавать это, проходить тестирование, что, конечно, сложно, потому что, одно дело, когда ты там работаешь каждый день это научная деятельность, у тебя есть там определенные интересы, и как у них методистов, и экскурсоводов, другое дело, когда ты проводишь обзорную экскурсию, когда у тебя для того, чтобы ее провести, часто бывает в ружейке 40 минут, а не полтора часа, как могло бы быть, да, если ты работаешь с индивидуалами, а когда у тебя круизы там и так далее, это может быть и 40, и 50 минут, и это обзорная экскурсия, когда ты не охватываешь вообще всего того, что есть там. Короче, пошли вот с этим. Но благодаря тому, что Дмитриева человек, который именно вникает в содержание, и который волнует все это, она устроила встречу с Гагариной. И хорошо, что эти встречи были. Но почему мы, собственно говоря, узнав, что будет применяться, или они уже в договор впечатывают вот это правило о том, что гид-переводчик будет идти за деньги, то есть по билету, это меняло бы саму суть нашей роли там. То есть аккредитация для самостоятельного проведения экскурсии, она через несколько времени, может быть, через год или через два, она бы просто ушла куда-то, потому что турфирмы бы старались брать за билет, они могли бы брать любых людей, которые просто могли переводить с курсоводов Кремля. Поэтому менять статус аккредитованного гида, который имеет самостоятельное право проводить экскурсии, после того, как он прошел платное обучение, пусть даже раз в пять лет, но еще и лекториям добавил, просто нельзя было, потому что тогда эта аккредитация через год или два, она бы уже была абсолютно забыта, тем более, что каждый раз они пытаются это сделать. Поэтому мы восстали против этого совершенно точно. Билет, не может быть распространяться билет до человека, который не является экскурсантом, который не является потребителем экскурсионной услуги. Согласны, да? Это мы, экскурсоводы, мы в этих обстоятельствах заменяем большой штат, который не держит экскурсоводов. Хотя вы знаете, что как болезнь на зимние месяцы, когда у нас есть, у нас редкие языки, да даже если не редкие, когда человек с редким языком, я вот сюда привожу пример нам шведского языка, когда Клеменко должен идти, Костя, извини, что я пользуюсь. Где он там, Костя? Вот. Да. Закругляюсь, закругляюсь. Вот. То есть, понимаете, конечно, это позорно, когда человек должен переводить другого человека, а этот человек является настоящим экспертом и в языке, и в материале. Поэтому, конечно, мы восстали. И, конечно, в общем-то, туроператы были этим недовольны, потому что они уже считали, что... Ну, бог с ним. У нас есть фирмы, которые проводят через Кремль около 50 тысяч, в основном это китайцев, только на территорию. Поэтому билет для Кида на территорию 350 рублей, он, конечно, гораздо легче был бы для этих фирм. Но на самом деле он менял бы наш статус. Поэтому мы вот как бы с этим боролись. Надеюсь, что вы нас в этом поддерживаете. Ну, еще бы мне хотелось, конечно, обратиться к вам. Сегодня у нас такая конференция, где мы могли бы действительно обсуждать не только такие проблемы, но и, может быть, именно такие содержательные проблемы, экскурсии и нашего развития творческого и так далее. В следующем году конференция будет отчетно-выборная, они у нас обычно проводятся как бы бурно. И я считаю, что каждый в своей работе, встречаясь с коллегами, сейчас должен, в общем-то, внимательно смотреть на то, кто будет представлять ассоциацию после отчетно-выборной нашей следующей конференции. Спасибо большое, очень рады всех видеть еще раз. Ну, вот это да. Извините за небольшую задержку. Я сильно волнуюсь выступать перед такой аудиторией. И прежде всего, все-таки хочу с вами со всеми познакомиться. Я 40 лет работаю в туристской сфере. Зовут меня Татьяна Гусева. Просто мы встречаемся на баррикадах, и, в общем-то, это самое... Там меня узнают и бывшие ученики, которые просто сидели в автобусе. Но я не могу узнать всех его имен. И, значит, я как раз, наблюдая за деятельностью Олимпиады, можно подумать, что у нас хорошо можно организовать, только если помогает президент. Вот такая вот мысль. Но я хочу... Я предлагаю ненадеянную работу и нашу жизнь. А у многих вообще жизнь состоит из работы. Все мы будем. Каким образом? В течение 40 лет я собирала книги по профессии и передаю их ассоциациям. Пользуйтесь. У вас наверняка тоже найдутся книги, которые в домашней библиотеке, они вами прочитаны, вот как и мной, прочитаны, использованы. Но они могут понадобиться и другим. Несите. Но, с другой стороны, конечно, я понимаю, это наша аудитория 33, она не резиновая. Но очень захотелось бы найдем, да? Все. Значит, вот те книги, которые я отобрала, это «Семь коробок», это «Энциклопедии», справочники, путеводители и подборка книг на немецком языке. На немецком языке есть все. Все. Вот. Призываю вас также поделиться литературой. И основном, конечно, меня интересует, вот чтобы у нас были разработки, материалы на иностранных языках. Вот вместе с искусствоводами, хорошо, у нас очень богатый методический кабинет, там много на русском языке. Но давайте обязательно. Вот вспомните, в «Интуристе», ведь мы тоже сами писали разработки на иностранных языках, сами, не какой-то там отдел, а мы их делаем. Вот давайте поделитесь, пожалуйста, мы попытаемся перевести это в цифровую францию. Подойдем к проблеме транспорта. Она вот каждый год поднимается, а я бы такая с другой стороны. А давайте порадуемся, что стоим в пробке, и у нас есть время больше рассказать туристам. А значит, вот понимаете, мы сейчас довольно мало ездим по маршруту, но у нас ведь есть наработки. И народное искусство с развлекалочками, там все это дело. Вот, рефераты, которые очень хорошо, они успокоят и ваши меру. Я, например, когда первый раз ехала, вот так, как пробку стала, два с половиной часа от Череметьево до центра. Я рассказала всю историю. Вот, но я не призываю вас это делать, но призываю вот этим... не упускать это время, вот, а, значит... Так, дамы и господа, делайте благое дело, несите в общую копилку ваши экскурсии, рефераты, а также каверзные вопросы туристов, шутки, анекдоты, случаи с вашей жизнью. А жизнь ваша — это работа, да? Вот. Значит, клуб «Татьянин день» организую я. Итак, каждый вторник с 10 до 13 часов в аудитории 33 хозяйка клуба, то есть я буду собирать ваши пожертвования. А что такое за пожертвования? Это книги, разработки и идеи. Понимаете, я свои когда-то книжки даже разбирала, я 4 или 3 идеи у меня получила, вот такие еще экскурсии можно составить, или рефераты. Эти встречи будут проходить, ну, в такой непринужденной атмосфере. Может, ничего не попьем, мы, знаете, так пообщаемся, потому что вот вне сезона, ну, что нам делать вообще это самое? Давайте будем мысленно трудиться. Вот. И каждый третий... Итак, каждый вторник с 10 до 13. Вот, это самое. И, конечно, каждое третье воскресенье, ребята, нам надо использовать. Многие музеи открыты бесплатно. Давайте мы будем составлять маршруты, ходить туда и развиваться дальше. Итак, граждане, давайте, коллеги, давайте полюбим не себя в искусстве, а искусство в себе, и поделимся им. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Константину Клименко. Так, дорогие друзья, не хотел вообще выступать, но последние два выступления Маринина и Таня на меня вдохновили несколько слов сказать на актуальные темы. Одна наша проблема — это Кремль, а вторая — это творчество. Не знаю, с хорошей новостью или с плохой. По поводу Кремля. Ну, вы уже поняли, что нам удалось молодым гидам, мы все молодые, да, встретиться с Гагариной, и мы не ожидали, что эта встреча будет продолжаться два с лишним часа. Она очень внимательно нас выслушивала, и это был диалог, такой очень доброжелательный, на что, в общем, мы не совсем рассчитывали. И я уверен в том, что мне удалось объяснить Елене Юрьевне, что мы работать под перевод — это ненормальная ситуация. Она так и сказала, что я понимаю, что это ненормально, это не совсем нормально. Ни в каком письме это объяснить невозможно, потому что здесь столько всевозможных нюансов, чтобы объяснить человеку, что наша экскурсия — это не экскурсия, рассчитанная на русского дуриста. Потому что мы работаем с разными совершенно странными, и учитываем особенности своих клиентов. То, что мы даем материал по всему городу и по всей стране, и наша цель — дать представление о русских ценностях, о русской культуре. И мы в своей экскурсии учитываем то, что мы уже сказали в Третьиховских галереях, в городе, в Пушкинском музее, и еще где-то. И это комплекс информации абсолютно. И, в общем, кажется, это было понято. Но поскольку в этой встрече присутствовал финансовый директор, который сказал, что Министерство финансов Мединский требует 15% увеличения прибыли в следующем году, я не думаю, поскольку решения эти все давлеют финансами. Но мы все-таки надеемся на лучшее, и требовать мы ничего не можем, но мы будем продолжать. Мы не теряем надежды, что мы своего добьемся. А по поводу творчества, вот последняя выставка, к сожалению, вчера закрылась Натальей Гончаровой в Третьяковской галерее. Совершенно феноменальная выставка, самая большая за 100 лет, после 1913 года, когда она буквально взорвала всю Россию, свою выставку, где было почти что 800 работ, написанных буквально за несколько дней. И вот на круглом столе, посвященном Гончарову, несколько дней назад, британский специалист, галереющий Джеймс Паттербит, сказал, что это крупнейшая художница мира, что Гончарова недооценена, она не менее значима, чем Малевич. Вот я четыре экскурсии для нашего сообщества провел по этой выставке. Как всегда, мои экскурсии абсолютно бесплатные. В этом году было 12 экскурсий. Первая была по основам графики, в отделе графики Третьяковской галереи. Очень интересная выставка об истории графики, бумаги и техники, акварели, гуаши, работы на стекле, на дереве, кожи, пергаменте, и вот сама техника, живописи, то, о чем нам редко удается рассказать во время экскурсии, там вот все это было освещено. Сейчас отдел графики в Третьяковской галереи организовал выставку пастели. Это повтор выставки, которая была несколько лет назад. Она будет долго, до мая месяца, и я обязательно сделаю там экскурсию, следите за сайтом, но где-нибудь через месяца-полтора спешить не будем, потому что после Гончарова следующая выставка в Третьяковке Головин, тоже очень интересная. Я видел эту выставку в Петербурге, теперь она будет у нас. Потом были очень интересные выставки прерафаэлита в Пушкинском музее, впервые у нас в наших музеях их нет, в Пушкинском музее прошла чудесная выставка английской живописи в викторианской эпохе, там две экскурсии были, и выставка Тициана, тоже две экскурсии, я провел. Это крупнейшая выставка Тициана в истории вообще России. Столько картин разом никогда не привозили из Италии, причем все из разных мест, с раннего до самых последних картин конца его творчества. Потом у нас была выставка Михаила Нестера в Третьяковке, в целом семь выставок и 12 экскурсий. Как всегда, эти экскурсии бесплатные, пока у нас такая возможность есть, я буду продолжать, чтобы немножко оторвать от каждодневных наших заученных экскурсий, чтобы немножко как-то открыть по-другому, вдохновить вас чем-то новым. И мне удалось, я рискнул пригласить еще, чтобы не очень не хотелось, методистов Кремля на экскурсию Гончаровой, чтобы они тоже увидели диапазон наших знаний, и что у нас совершенно особый подход, такой именно для иностранцев экскурсии. Гончарова в этом отношении была очень интересна, потому что она сказала, что для нее Восток важнее, чем Запад, что я создаю сугубо национальное искусство, я все взяла, что мог дать Запад до настоящего времени. И вот методисты, которые проводят наши тестирования, они были на моей экскурсии, чтобы они почувствовали, потому что мне тоже приходится понимать в тестировании нас выдергивать, чтобы не приходилось пересдавать эти экзамены, объяснять им, что наша голова просто от знаний распухла уже, и у нас кроме Кремля всего так много. И Саша меня попросил про социальный сектор сказать, что мы делаем для наших гидов, какие у нас возможности небольшие, но в этом году я был в Петербурге, там была конференция о модернизации туризма, там было награждение питерского одного московского гида, регионального гида, и вот от Москвы меня там награждали как гида, что-то больше рассказать еще об этом Лариса, но там было, вы знаете, честно говоря, на этой конференции о гидах вообще речи не было, там подготовка новых гидов, там персонал гостиниц, вообще такое впечатление, что до нашей профессии вообще никому дела нет абсолютно создавалось. Я хочу сказать, что там была, как не стыд удивить, еще денежная премия вручена, и вот я свою денежную премию передаю, 20 тысяч за минусом тех расходов, потому что я за свой счет ездил, поэтому если вы знаете, кто-то из наших коллег в трудном положении, а у нас бывает такая ситуация, что у кого-то и родители очень тяжело, больные, кто-то не может работать и должен сидеть с ними, но по мере возможности обращайте эту ассоциацию как всегда, чем сможем, поможем вам. Спасибо. По поводу награждений я передаю слово нашему исполнительному директору Марису Сосуновой, и сейчас она вам скажет, кого у нас в этом году наградили и за что. Коллеги, у нас уже артисты этого театра стоят практически под парами, поэтому мы постараемся быстро уложиться, у нас еще самое приятное, как всегда наконец осталось награждение наших ветеранов. Я просто хотела сказать не только о награждении, о том, что исполнительная дирекция, вы знаете, мы всегда рады и звонкам, мы всегда готовы ответить на все вопросы, только как всегда убедительная просьба, никогда не слушайте никаких наговоров, наветов и прочее, кто-то, чего-то, куда-то, крем, сколько-то платить, тысяч, позвоните, страшного, никаких скандалов, все хорошо, все идет в штатном режиме, всегда готовы ответить на ваши звонки, как всегда телефон вы узнаете, он на доске висит, 8-916-618-84-44, я всегда на связи, я хотела сказать, что в этом году у нас как нельзя летом было много награждений, во-первых, у нас прошел при помощи комитета по туризму конкурс «Московские мастера», где у нас трех человек наградили гидов, Клименко Константин, Юлия Сдобнова и Юлия Онищенко стали московскими мастерами в профессии гиды-переводчики, поаплодируйте им, пусть и здесь Юля Онищенко где-то тоже, Юль, подними руку, ты же где-то в зале, ну, вот, в общем, наградили и убежала, вот, экскурсоводы у нас три человека тоже по московским мастерам, Бондаренко Анастасия, Телегина Ольга и Лесная Марина, поаплодируйте им, они замечательные наши коллеги. Премия в области, премия города Москвы в области туризма за развитие туризма и подготовку кадров награждет Михаил Ведерников, Миша, встань, хоть пусть у тебя люди посмотрят, порадуются. И, соответственно, про то, что говорил Костя, это премия Ростуризма в области развития туризма в номинации лучший гид, я объясню, он не в принципе лучший гид, а по итогам региональных конкурсов, поскольку Клименко у нас был гидом по Москве и он был выдвинут на федеральную премию, соответственно, он получил второе место в этой номинации, маленькое, но чтобы вы понимали, это все хорошо, но для того, чтобы туда его послать, Ассоциация гидопереводчиков написала 81 страницу убористым почерком, чтобы со всеми его наградами, характеристиками и прочими. И тоже благодаря Ассоциации практически этим 81 странице Костя получил второе место. Ура! Спасибо. Сейчас я предоставлю слово нашему почетному президенту господину Шнайгину. До этого мне пришла записка, пройду поговорить о возможности остановки экскурсионных автобусов в Софийской набережной. Но вы слышали выступление нашего представителя комитета по туризму, работая это по разрешению конфликтов, по стоянкам, по остановкам. Она постоянно идет, работает очень сложно, и он не стал даваться в подробности. Дело в том, что у нас есть департамент транспорта, который делает одно, департамент ГАИ делает другое, третье, третье. Пока все это дело согласуется, пройдет еще, я думаю, немало времени. Уже кое-какие есть вещи, которые удалось, которых удалось добиться. В частности, вы знаете, это хоть и платная, но стоянка напротив памятника Репину и на Болотной площади. Вот, вот, значит, еще раз. Это вопрос, который я адресую непосредственно вам, насчет чего. Когда вы получаете документы на группы, сразу ставьте этот вопрос перед вашими работодателями. Все те фирмы, крупные, которые были с нами на встрече, они все подтвердили, что они готовы оплачивать эти стоянки. Вот все крупные фирмы, с которыми мы встречались, Академсервис, КМП, Интурист, Водоход, все единодушно сказали, что если стоянка платная, оборудованная и разрешенная, если у автобуса нет возможности встать там, где нет такой остановки, нет такой стоянки, эти деньги будут оплачены фирмой. Вот ваше дело проверить это, чтобы потом не возникало конфликтов с водителем, который скажет, извините, я платить не готов, мне фирма потом не вернет и так далее. То есть вы должны заручиться заранее либо получить деньги на это, либо заручиться, так сказать, обещанием фирмы или там каким-то документом о фирме, о том, что она водителю в случае оплаты парковки платной деньги вернет, либо даст заранее вперед там, для того, чтобы он мог ее оплатить. Вообще, я очень хочу, чтобы мы более активно занимали позицию, вот хорошо, что пришла эта записка, я обратился с ней сразу же к нашему представителю комитета, и я вас прошу всех, если у вас возникают такие, такого рода предложения, вопросы, замечания какие-то, направляйте их, но желательно в письменном виде в наше правление, потому что, вот как сейчас, сколько всего было сказано, всего это запомнить невозможно. Естественно, я не могу сейчас заставить комитет по туризму, представитель комитета, запомнить или записать все, и решать все эти наши вопросы. Мы должны им подавать, мы должны эти вопросы подавать. Что? Правильно, я еще раз говорю, если у вас есть, ну, понимаете, сделать платную парковку на Болотной площади бесплатной, ни в силах ни у кого, никому. Вы это понимаете? но понимаете, что невозможно это сделать. Коль скоро сейчас правительство Москвы во главе с мэром занимает такую позицию, я думаю, никому, даже Путину в голову не придется сейчас с ними на эту тему спорить. Вот они вызвали некую политику, а они политику будут вести. При этом, вы знаете прекрасно, что разрешена остановка для высадки и посадки пассажиров на остановках рейсовых автобусов, троллейбусов и так далее. То есть, вы имеете право полное и существует письмо разъяснительное Департаменту по туризму, по которому это право экскурсионным автобусам предоставлено. Вот, поэтому в случае возникновения конфликтов всегда можете, так сказать, обратиться к соответствующей станции. Кстати говоря, все обрознаны вот эти вот документы, листы с телефонами всех служб, которые в Москве задействованы и информированы о том, что вы можете к ним обратиться либо с информацией, либо с вопросом, либо с жалобой. Спасибо за внимание. Я передаю слово нашему почетному президенту. Якимович, Валера, вас ждут. Господин Якимович, вас ждут. Уважаемые коллеги, во-первых, я хотел поблагодарить те, которые пришли на эти конференции. Я уже 20 с чем-то лет говорю об этом, что сейчас в зале находятся люди, кому не безразличие, что делается, как делается, как мы живем. И почему это важно? Не надо ждать, кто-то нам что-то сделает. Это мы должны сделать сами. Правильно Саша сказал. Конференции должны отчитываться. У нас так получается. Здесь эмоции, выступления, а потом опять приходим в следующие конференции, эти же вопросы поднимаем. Поэтому к вам по-русски все, которые у вас есть предложения, замечания, по ходу, как появится что-то, которое нам мешает работать, в письменном виде, пожалуйста, в письменном виде. Мы не имеем права своей подписи, что-то вот это, или что-то случилось, потому что мы не были очевидцами. И тогда у нас будет результат. Это первый. что отвечаем вот насчет вопроса остановки. Уважаемые внимательные слушатели, что сказал Шпильков? До тех пор, пока не будет закон, что такое туристический транспорт. Если став туда автобус, ни один ГАИ чужой не может подойти, потому что какой закон? Автобус, автобус. И поэтому пока этот вопрос не будет решен, решается. Это знает руководство города, точно как есть в Берлине, Лондоне, Будапеште. И специальный знак, если видели, стоит стоянка туристического транспорта. Знак вам, ГАИ, не поставить до тех пор, пока нет закон, что такое туристический транспорт. Понимаете, как вам сказать, во-первых, это решает Дума городская. Даже нет, вы сдали туда, еще раз работают. А когда депутаты решат? Уважаемые, вы так зайдите вопрос, вы как, вы москвич? Да. Сделайте депутатский запрос. Когда? Депутатам, потому что от них вы зависели. Мы работаем, мы делаем, мы пищем. Спасибо, что касается этого вопроса. Второй вопрос, что касается аттестации. Я хотел вам напомнить, почему ассоциация пошла вот на эту аттестацию в повещение квалификации. Забыли? Два года тому назад был приказ Гагарина поголовно все гиды переводчики должны пройти аттестацию. Программу составили на 10 тысяч рублей. Забыли об этом? И поэтому нам удалось добиться, что постепенно в повещении квалификации, что дополнительной затраты не было, и проходить в повещении квалификации. И кроме того, что наша задача, поверьте, да, не сдал первый раз, сдал второй, третий раз, у нас не может быть, что кого-то мы ищем работы. Костя работает, значит, члены правления встречаются, Глобачева встречается с медальнистами, в конце до конца все сдают. Вот это второй вопрос, третий вопрос, я заканчиваю. Уважаемые коллеги, Креслова говорила, Саша, следующий год у нас будет отчетный выборный. Как у нас выбираем? За 10 минут встают итальянцы, англичане, крикут фамилию, потом идем голосовать. И для того, чтобы у нас был конкретный план, конкретно будет кого-то требовать, мы должны соответственно демократическим путем продуманный есть выдвигатель. давайте так, в ноябре месяце, в декабре месяце каждая языковая группа пусть подумает, когда хотят встретиться, кого хотят выдвинуть. У нас очень хорошее отношение с институтом, который представители зал дадут на 300, на 200, на сколько угодно. Продумано, спокойно выберите. И каждый президент пусть придется, чтобы голосовали за него как член управления. Или выдвигали на должность президента ассоциации. Поэтому, коллеги, еще раз, давайте еще раз продумать, в ноябре месяце обращайтесь в ассоциации, какая языковая группа, кого хочет зал обеспечить. зал обеспечим, потому что только мы. У нас нет администрации, у нас нет юристов, у нас нет исполнительной дирекции. Делаем мы все сами. Хотел бы вас поздравить с наступающими праздниками между Романом Дуриевым, Гедо-Переводчиком, защитником Отечества 23-го числа, с 8 марта. И знаете, почему еще с Паской? Потому что в этом году весь крестьянский нет, подождите, весь крестьянский мир празднует Пасху 20 апреля. А это для нас начало туристического сезона. И поэтому каждому я желаю здоровья туристам, здоровья туристам, здоровья туристам. Спасибо.